Квартирный вопрос все испортил или грустная история о судьбе одинокой пенсионерки, квартира которой стала яблоком раздора? Почему бесхозным жильем стала распоряжаться председатель местного КСК? Кому бабушка завещала свою квартиру? Разбирался Ринат Абдулкаюмов. В социальные сети попало видео, где руководитель клуба Добряков Павлодара призвал правоохранительные органы разобраться в неприятной ситуации. В квартире пенсионерки Галины Чеплаковой при поддержке неравнодушных людей были заменены окна. Местные предприниматели установили двери. Делалось это все для одинокой бабушки. Однако жильем после смерти, как утверждают соседи, завладела председатель местного КСК. Прошло вот несколько месяцев, получается, и тут соседи мне пишут, что эта бабушка скончалась. Я сам на тот момент болел, я выразил себе искренние соболезнования от нашего клуба. И буквально вот вчера помнил про бабу Галю, которая скончалась. Думаю, поеду, посмотрю, кто сейчас вообще там живет, потому что у него нет уже родственников. И вот поехал туда, вызвал соседей, так же опять начал случаться, мне никто не открывал там, и они мне уже объяснили. Я не обвиняюсь сейчас, на это есть соответственные органы, пускай разбираются. Это со слов соседей, что эту квартиру она себя оформляет или оформила уже КСК, председатель. Галина Федоровна Чеплакова скончалась 12 сентября 2020 года. За месяц до этого она попала в хоспис, где провела последние дни жизни. Пациентка поступила 14 августа 2020 года в хоспис Паводарской области, в отделение палиативной помощи. Поступила в неопрятном виде бабушка, конечно. Пролежала месяц почти, 12 сентября она уже умерла у нас. Кто ее привез? Привезла ИПКСК Русакова Людмила Никифоровна. Покойная бабушка проживала по адресу Турайгырова 111, дробь 2. Ее квартиру на втором этаже можно сразу узнать по новым окнам. С соседями она не общалась, по крайней мере, по их словам. Она, знаете, в общем не выходила, ни с кем не общалась. Она, ну как, необщительная была. Она к ней, кто проходил, она всех прогоняла. То есть был человек, который каждый месяц проходил продукты, покупал, приносил ее. У нее деньги брали, пенсию ее получали, и диверсное лицо было. Обслуживающая организация ИП Русакова находится в 200 метрах от дома. На момент визита руководителя не было. С кассиром диалог не получился. Позже мы связались с Людмилой Русаковой по телефону. Прокомментировать ситуацию она не захотела. Видеообращение руководителя благотворительной организации «Клуб Добряков», размещенное в соцсетях о незаконной приватизации квартиры, зарегистрировано в письменном виде в управлении полиции города Павлодара. По факту самоуправства начато досудебное расследование по ст. 389 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кому досталась квартира и каким путем? Ответы на этот и другие вопросы выяснят правоохранительные органы. А пока квартира опечатана.